Недобросовестные управляющие компании нужно выжигать каленым железом. Если управляющие компании не хотят работать с людьми, они не будут работать в нашей области. Временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Дюмин. Проблема ЖКХ одни из самых острых не только в Тульской области, но и во всей России. И связаны они во многом с деятельностью управляющих компаний. От качества их работы зависит состояние всей коммунальной сферы. От добросовестности и прозрачности условия, в которых живут граждане. Алексей Дюмин начал наводить порядок в этой сфере. Сразу же надо было сделать. Я понимаю, ладно, хорошо, месяц я понимаю. Два месяца я понимаю, но когда уже год люди живут, это вообще дополнительная история. Мы с вами наводим порядок в сфере ЖКХ, а у нас под носом 20 км. Две недели даем тропу. За две недели все должны быть. По поручению в Рио губернатора госжилинспекция Тульской области составила рейтинг управляющих компаний. По итогам рейтинга 132 управляющие компании были распределены на три группы. В зеленую попали лучшие, в желтую средние, в красную худшие. С внедрением в регионе рейтинга дисциплина коммунальщиков заметно подтянулась. Количество жалоб в правительство по теме ЖКХ сократилось почти в два раза, а число неисполненных предписаний госжилинспекции практически свелось к нулю. Управляющих компаний в зеленой группе стало вдвое больше, а в красной, наоборот, наполовину меньше. 5 сентября в Тульской области вышла новая версия рейтинга. В то же время в отношении целого ряда компаний заведены уголовные дела. Отрасль начала постепенно очищаться от недобросовестных УК. В августе по поручению Алексея Дюмина в Тульской области был объявлен месяц открытости управляющих компаний. За месяц проведено 390 мероприятий. Около 2000 жителей области посетили в дни открытых дверей личные приемы в офисах управляющих компаний и во дворах домов. Перед нами сейчас стоит задача сделать образцом Тульской области наведение порядка в сфере работы и деятельности жилищно-коммунальных услуг. В конечном итоге управляющих компаний и весь рынок услуг ЖКХ должен работать в строгом соответствии с законом. А в случае его нарушения нести ответственность. Иными словами, вор должен сидеть в тюрьме. Читайте подробнее об инициативе на сайте алексейдюмин.ру Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok